Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Шкаев. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с начальником пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии Андреем Самароковым. Обсудили вопросы взаимодействия в реализации задач, поставленных президентом России по охране государственной границы и обеспечению реализации пограничного режима в регионе. Проговорили форматы поддержки родственников военнослужащих на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции. Механизм взаимодействия социальных служб с семьями военнослужащих в решении различных вопросов уже налажен. Также обсудили сотрудничество в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Сотрудники погрануправления всегда активны и участники многих мероприятий. Примером своей профессиональной доблестной службы пограничники вдохновляют молодежь на службы в погранвойсках и воспитывают чувство патриотизма и преданности родине, отметил Рашид Тимрезов. В общественной палате республики прошел круглый стол, посвященный 30-летию образования первой пограничной заставы на территории Карачаева-Черкесии. В апреле 1993 года республика стала новым пограничным субъектом России. Председатель общественной организации Российский совет ветеранов пограничной службы в Карачаево-Черкесии Сергей Юрьев рассказал об истории охраны государственной границы. Он отметил, что успехи пограничников были бы невозможны без участия местного населения приграничных районов. Так, сейчас в республике 9 добровольных дружин общей численностью 97 человек. Благодаря им было выявлено около 30 нарушений пограничного режима и природоохранного законодательства. Лучшим из членов добровольных дружин вручили почетные грамоты и говорили о возможности законодательного урегулирования поощрения дружинников, таких как выдача обмунирования, спецсредств, установление налоговых льгот и других. На год досрочно завершен. В селе Джага Малокарачаевского района закончились работы по капитальному ремонту дам берегу. Угребительное сооружение общей протяженностью 3777 метров расположено на левом и правом берегах реки Эшкакон. Алла Качиева подробнее. В 2002 году во время наводнения в зоне стихийного бедствия оказались и жители села Джага. Тогда вода на реке Эшкакон поднялась до критических отметок – были пострадавшие. И при реконструкции дамбы в проекте учитывались все эти моменты. Ведь в зоне возможного подтопления, помимо домов, также находились школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад, магазин. Предотвращенный ущерб от негативного воздействия воды на сегодняшний день составил более миллиарда рублей. В 2002 году у нас было очень сильное наводнение. Дома унесло, многие пострадали. Вот это берега, укрепительное сооружение, оно обезопасило около 3000 человек на данный момент. Хотелось бы выразить огромную благодарность главе республики, главе района, ребятам, которые тут работали. Они вообще досрочно всё закончили. Очень хорошая команда попалась. Мероприятие реализовано в рамках государственной программы Карачева-Черкесии охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов в республике. И, согласно проектной документации, должно было завершиться в 2024 году. Берегоукрепительные работы, сооружения общей протяжённостью 3776 метров проходили на левом и правом берегах реки Ишкакон. Ремонт дамб позволит защитить жителей села Джага с домовладениями и приусадебными участками, проживающих на площади возможного затопления 55 гектаров. В планах есть продолжить. У нас как бы половина села, дамба до половины села закрыла. В планах ещё есть продолжить. Ну, мы на учёт поставили, обратимся опять к главе района, к главе республики. Ну, будем делать всё, что в наших селах. Очень многие приняли участие в этом проекте. Начиная от кадастровых инженеров, он прям зимой тут на учёт ставил, чтобы мы в эту программу вошли. Кто по бумагам работал, кто проект делал, от имени всех жителей нашего села выражаю огромную благодарность всем. Помимо ремонта дамбы, в нашем населённом пункте немало позитивных изменений, рассказывает глава Джаги Беаслан Хубиев. Не только эта дамба. У нас детский садик построен. Эта дамба сделана. На следующий год у нас в планах, я сам с главой республики встречался, у нас в планах амбулаторную лечебницу сделать. Это, честно, действительно обнадёживает, что от нас зависит, если мы сделаем, поддержку всегда найдём. И, исходя из всего этого, огромная благодарность главе республики, главе района тоже всегда поддержит. Алла Качиева, Ахмад Чучаев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах сильные, ночью и утром местами очень сильные осадки. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, порывы будут до 15-20. Температура ночи минус 2, плюс 3, в горах до 8 градусов мороза, а днём до плюс 6, и местами минус 1, минус 6. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесии ночью и утром сильный мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, днём будут порывы до 15-20. Температура ночи минус 1, плюс 1, а днём 3-5 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ярмарка кожаной белорусской обуви «Марко». А также мужская и женская верхняя одежда. С 9 до 19 часов. По адресу город Черкесск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства. Сотелла «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. Телефон 8-952-836-47-03. Сегодня исполняется 10 лет с момента создания Министерства туризма и курортов Карачаева-Черкесии. Республика обладает большим потенциалом для развития туризма. Уникальность и разнообразие ландшафта пообеспечивает все его типы. А оздоровительные, познавательные, спортивные. Перспективными являются активные виды туризма, причем крупный круглый год. Лыжный, конные, водный, пеший и альпинизм. Сегодня в Доме правительства награды получили те, кто вносит большой вклад в привлечение тысячи туристов в известные курорты и обеспечивает им комфорт и безопасность. Подробности у Али Баташева. Спасатели, директора гостиниц и туристических комплексов, экскурсоводы, работники музеев и сферы обслуживания, авторы книг, представители Министерства и ведомств, правоохранительных органов, общественных организаций и многие другие. Каждый приглашаемый для вручения награды внес свой вклад в развитие туристической отрасли республики. Среди наград – почетные грамоты Президиума Народного Собрания Карачаева-Черкесии, а также ведомственные грамоты и благодарственные письма. Я желаю всем присутствующим, конечно же, здоровья, удачи, особенно для сферы туризма. Я желаю высокого сезона, чтобы у вас хватило здоровья, выдержать этот сезон и предоставить услуги, которые требуют наши отдыхающие. За популяризацию туризма и индустрии гостеприимства оперативное информационное освещение туристической отрасли Карачаева-Черкесии благодарственное письмо получила и наша телерадиокомпания в лице директора Светланы Казиевой. Туризм является приоритетным направлением социально-экономического развития региона нашего. Мы с вами видим результаты, какие туризм развивается активно, турпоток растет, увеличится доля валово-оригионального продукта, налоги, создаются рабочие места, что самое главное на сегодняшний день. Цифры говорят сами за себя. Только за прошлый год Архы стал лидером по туристическому потоку среди курортов СКФО. В этом году курорт отметил знаменательное событие. Общее количество посетителей с момента его открытия достигло 3 миллионов человек. На курорте Домбай в 2023 году планируют построить и реконструировать сети горнолыжных трасс общей протяженностью 17 километров. Их планируют открыть уже к 2024 году. Кроме того, планируется строительство скоростной канатной дороги гондольного типа, апарт-отеля на 96 номеров и кафе-купол на 250 посадочных мест. Завершить работы планируют до конца 2024 года. Министерство открыто для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в развитии туризма и повышении качества оказываемых услуг. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В филармонии Черкеска состоялось яркое мероприятие в честь работников культуры республики. Актеры, музыканты, библиотекари, педагоги, работники администрации, без которых не было бы творческой работы в городах и районах республики, собрались на торжестве. Альбина Круачинова-Кенжева продолжит тему. Много добрых, теплых слов было сказано в адрес работников культуры. Было отмечено, что они несут важную историческую миссию сохранения и приумножения культурного богатства страны и ее национального достояния. Все труженики этой сферы, от руководителей федеральных музеев и театров до работников домов культуры и библиотек в отдаленных селах, олицетворяют своей деятельностью благородство и народную мудрость. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы являетесь хранителями духовного богатства нашего региона. Вы открываете миру уникальное культурное наследие народов Карачаева-Черкесской республики. Творите рядом с теми, кто раскрывает многогранный культурный потенциал нашей страны. С каждым днем наша жизнь становится ярче, интереснее, насыщеннее благодаря тому, что вы от всей души болеете за дело и отдаете все свои силы. Красочный концерт переплетался с награждениями за заслуги в развитии культуры и искусства. Награды главы республики получили руководители республиканских учреждений, внесшие большой вклад в организацию и проведение мероприятий, посвященных столетию образования Карачаева-Черкесии. Среди них и сотрудники нашей телерадиокомпании. Чтобы мы в каждом сельском дворце культуры, в каждом учреждении собрали хорошую команду людей, которым это интересно, которые не могут без этого жить и у которых есть на этой энергии, потому что это самое главное, что движет нами. Выступающие выразили слова огромной благодарности за труд, за любовь к своей профессии. Без любви в творческой профессии работать нельзя. Именно работники культуры создают те условия, ради которых человек остается на селе, сохраняют и приумножают народные традиции и память. Культура – это история и память всех народов. Искусство – это субстанция, которая подпитывает душу. А без нее куда деться? Потому что даже тело без души называется совсем по-другому. Все, кто занимается творчеством, они занимаются, возможно, незаметным. Но они как подснежники. Души взращивают, потихонечку поливают, заливают их. Будет делаться упор на новые перспективные кадры, на молодежь. Также министр культуры поделился, что в этом году в регионе пройдет большой международный фестиваль искусств «Мир Кавказа». Альбина Курочинова, Кенджева Фарида Седахметова, Али Бастанов. Вести. Карачаева. Черкесия. Весной нужно поддержать свой организм, и поэтому необходимо включить в рацион рыбу. Сегодня в Черкесске в Центре развития предпринимательства на Горького 8 открылась рыбная лавка «Дары Камчатки». О самых вкусных деликатезах расскажет Светлана Шаганова. Роскошную рыбку привезли рыбаки Камчатки. И вот она перед вами. Горбуша, кита, чавыча, кижуч, палтус, белорыбеца. Рыба богата витаминами, ценными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Содержит более 20 необходимых человеческому организму микроэлементов, таких как цинк, селен, магний, фосфор. Наша царская рыбка – это чавыча, которая имеет много омега-6, аминокислоты, полезная для женщин, чтобы красивые были, чтобы складки разглаживались на лице, волосы красивые были. Белорыбеца, как обычно. Палтус у нас. Палтус – жирная рыбка, но она считается диетическая рыбка, потому что если у кого проблемы с кишечником, ее прекрасно можно кушать. Она абсолютно не повредит. Всегда в Черкесск привозим наисвежайшую рыбу, всегда свеженькую, красивую, жирную и полезную для здоровья. Порадует вас и селедочка наивкуснейшая, и ароматная скумбрия. В ассортименте и консервы – самые настоящие. Шпроты, печень трески, нерка и многие другие. Ну и, конечно, среди всего этого вкусного многообразия – красная королева – икра. С удовольствием приглашаем всех в нашу рыбную лавку. Поспешите в рыбную лавку «Дары Камчатки» и поднимите себе весеннее настроение. Адрес прежний – Горького, 8, Центр предпринимательства. Мы работаем до 2 апреля включительно. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все весь на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Заполярный вальс». Всего доброго и до встречи в эфире.